Всем привет! Меня зовут Джина и добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю о жизни нашей интернациональной семьи в Южной Корее. Сегодня я встала в 6 утра раньше всех, чтобы собрать вещи. И нет, вещи не в роддом. Этот малыш пока не собирается появляться на свет. Жду каждый день в ожидании, считаю, дни до встречи с малышом. Сегодня мы едем в аквапарк. Нужно было собрать все наши купальные костюмы, спасательные круги, жилеты. В общем, этим я была занята все утро. Также я готовила детям завтрак, убрала еду с собой. В общем, сегодня утро у меня было занятое. И я ждала еще 2 часа, пока муж проснется. Он вчера приехал пораньше с работы, но все равно он был уставший. Плюс еще вчера была суббота. Я в субботу одна обычно с детьми, поэтому вечером он купал их, укладывал их спать. Я просто отдыхала. Хотя как я отдыхала? Занималась домашними делами. В общем, сегодня я дождалась, пока муж проснется. Уже собралась сама, как видите, собрала детишек. А муж сейчас там собирается. Соберемся, все вместе поедем в аквапарк, наконец-таки. Вот такой вот у меня сегодня лук. Муж не любит это платье, говорит, сильно обтягивает живот. В Корее, говорит, так не принято. Хотя я много крянок видела, которые не только в мешковатой одежде ходят беременные, но и в таких вот платьишках подчеркивают свой животик. Тем более, последняя беременность, хочется насладиться ею и одеваться красиво. А то у меня два платья есть, которые я обычно ношу в повседневной жизни. И они... Одно такое пышное, черное. В нем все равно видно живот. Ну, как такое живот скрыть вообще? Невозможно, мне кажется. И второе более такое по силуэту, но не в облипку. И вот единственное платье, которое прям сильно животик мой подчеркивает. Тридцать седьмая неделя беременности. Живот огромный. Идетка за рогатая за маленькими, ребята, не западает, не западает, не западает, не западает. Идетка за рогатая за маленькими, ребята, не западает, не западает, не западает, не западает, не западает. Западает, не западает, не западает, не западает. Представляете, мы приехали, а мест нет. нужно было приезжать с утра пораньше занимать местам то есть мы даже зайти туда не можем муж пошел выяснять вообще что можно в этом случае сделать подождать когда кто-нибудь уедет чтобы мы смогли заехать в общем не знаю не знаю попадем ли мы в этот аквапарк или нет муж все-таки раздобыл нам билеты правда все места хорошие заняты оказывается приезжают в пять утра люди выкупают хорошие места ехать нам сюда было долго так что раз мы приехали какая уже разница какие места нам достались какая красота кругом горы воздух свежий жарко как раз идеально погода для того чтобы плавать наши вещи всех браслетики взрослых оранжевые и голубенькие на входе нужно разуться положить обувь в пакет и как уже нашел шланг с водой вот там вот сам бассейн вот цены вот там вот сидят Ира, есть! Сейчас пойдем плавать, да, пойдем плавать сейчас. Подождем, тебе принесут жилет, пойдем плавать. Мамень сладкий такой. Каждый час бывает перерыв, чтобы спасатели могли отдохнуть, все выходят предварительно из воды, спасатели немножко отдыхают и потом меняют свои точки, и люди снова заходят в бассейн. Детишки кушают рисовые шарики, которые я приготовила. А, вот что тебя похудел, да? Тут также и спасательные руки. А-а-а, зачем ты так сделаешь? А-а-а, Ира! А-а-а, Ира, зачем? Кому это все убирать? Правильно, мне. А-а-а? Ира? Вау, как стреляет. Вначале ему было страшно, он ни в какую не хотел садиться в круг, и сейчас не хочет из него вылезать. Ему нравится, и посмотрите на его костюмчик. Этот костюмчик я заказывала на Купанге, и он выглядит в нем как грибочек в этой шапочке, кстати, шапочки здесь обязательные. Играет музыка. Мы арендовали гриль, фельмясо, соус, лапшу, густей, ну, все своя еда есть, а вот мы с мужем голодные. Мы еще с тобой взяли сосиски, на случай, если жарили бы мяско. Вот так вот как раз таки получилось, что и мы и мясо жарим, сосиски пожарили. В общем, есть все, что нужно будет. на беседке освободилось место, и мы его заняли. ель! 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 Ты куда, сына? Ель! Возвращайся! Ера! Хотелось бы полежать, но с целем какой там полежишь. ель! Еля! ого? Ха-ха-ха-ха! И снова возвращаются. Теперь будем знать на будущее. Есть! Не хочет шапку свою одевать. А без шапочки в воду заходить нельзя? Убежал, убежал! Последний заход. Они пойдут уже без меня. Меня оставляют, чтобы я полежала и отдохнула. Мы вдоволь наплавались. Устали очень. Иль сразу уснул, как только мы сели в машину. Ян там в телефоне играет. Ой, в бассейне вообще было классно. Несмотря на большое количество людей. Когда ты в воде. Все дело расслабляется. Вес живота не ощущается. Спина не болит. Но стоит долго побыть в воде, а потом выйти. Все дело становится таким тяжелым. Невозможно пошевелиться. Болит абсолютно все. Еле передвигаешь ногами. Я хотела успеть до родов в бассейн, в аквапарк. Поплавать. Как раз таки цель мы выполнили. Еще удивляюсь, почему с такими активностями. У меня все еще не начались схватки. Хотя сейчас живот в тонусе. Очень такой твердый, как камень. Я не сидела на месте. Я за ним бегала. Но вот в последний заход муж пошел с детьми. Я немножко поспала, минут 20, наверное. Потом они пришли. Начали пересевать детей. Добой приедем. Нужно будет их искупать. Потому что для людей было очень много душевых. Свободных мест не было. Мы решили не ждать. Домой приедем дома. Уже тщательно искупаемся. В общем, день пришел здорово. Я прям рада очень. Сына. Сына, тебе понравилось сегодня в аквапарке? Сына. Ну, сына, ты мне ответишь? Да. Тебе понравилось? Еще поедем? Да. Мы, кстати, мусор с собой забрали. Там, оказывается, мусор нельзя выбрасывать. Такая у них там система. Весь мусор, что у нас был, забрали с собой целый мешок. Дома выбросим. Перед тем, как ехать домой, мы заехали на работу. Чтобы поужинать вместе с мамой и с тетей. Тут у нас пицца. Курочка. Двух видов. Янечка, как обычно, ест только тесто от пиццы. А Элька ест курочку, да? Сапой, сапой. И все, идем домой. Купать детей. И спать. Завтра в садик. Спасибо большое, что посмотрели это видео до конца. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Всем пока.